Господи, побил, Господи, побил, Господи, побил. Из беседы святителя затоустого о грехе и наказании. И было говорится слово Господник Ионии Пророку. Встань, иди в Неневию, город великий, и проповедуй в нем. Еще три дня Неневия будет разрушена. Услышав же, встал Иоанн, чтобы бежать в России. от лица Господня и пришел в Иопию. Книга пророка Иоанна, первая глава. Куда бежишь ты, человек? Бежишь от Господа, скажи мне. Но подожди немного, и ты на опыте узнаешь, что не можешь избежать рук даже Ирабского моря. В самом деле, не успел он зайти на корабль, как тот поднял волны и стал вздыматься на громадную высоту. И подобно тому, как верная какая-нибудь служанка, найдя беглого сараба, укравшего что-нибудь из господского имущества, причиняя принявшим его тысячи хлопот, пока не получит его обратно, так точно и море, найдя и признавшего его сараба, доставляет тысячи беспокойств пловцам, волнуясь, сумя, и не к суду привлекая их, а угрожая потопить корабль вместе с людьми, если они не отдадут ему сараба. Тогда, говорится, стали бросать в море кладь с корабля, но корабль не облегчался, потому что вся тяжесть оставалась еще на нем, именно тело пророка. Этот тяжкий груз не по природе самого тела, а по причине тяжести греха. Действительно, нет ничего столь тяжкого и недобоносимого, как грех и прислушание. И подобно тому, как на суде, хотя бы и обвинители были на лицо, и свидетели присутствовали, и доказательства преступления были приведены, судьи же не раньше выносят приговор, как сам посудимый не сознается о своем преступлении. Так точно обстояло дело и у пловцов с пророком. Бросили, говорится, жребий, и жребий подверг наконец виновного приговору. Но пловцы тогда не потопили его, и невзирая на то, что и море требовало его, и жребий улечил его, и сам он сознался о преступлении, пловцы не произносят приговора. Откуда же явилась такая осторожность? Одномостроительство Божие. Бог изволил совершиться этому, чтобы научить через это пророка быть человеколюбивым и кротким. Подражая пловцам, людям невежественным и несмысленным, как бы так взывает он к нему. Они не презирают даже и одной души, не пренебрегают даже и одного твоего тела. А ты, насколько это от тебя зависело, предал целый город, имеющий столько тысяч жителей. Они, даже найдя виновников, приключившихся с ним в бедствии, не спешат произнести осуждение. А ты, не имея никакого повода в чем-либо обвинять неневитян, потопил и погубил их. Но большинство людей к своим собственным погрешностям относятся сисходительно, а чужие осуждают. И многие часто говорят, что государственные, общественные дела идут худо, и в качестве причины указывают на неразумное правительство. Я же говорю, что они не на неразуме правящих лиц, а наш грех служит тому причиной. Он именно все расстроил, он довел до всех этих зол. Не из другого чего разлился над нами этот рой бедствий. Поэтому будь начальник хоть Абрамом, Абрамом, хоть Моисеем, хоть Давидом, хоть мудрейшим Соломоном или грешнейшим всех людей. Но если мы настроены худо, причина к бедствиям остается безразлична. Получать начальника по сердцу нашему, это значит, не что иное, как то, что мы наперед согрешили и потому нашли такого начальника. Но если начальник будет даже весьма праведен, так праведен, что достигнет добродетеля Моисея, одна его праведность не в состоянии будет покрыть несметных согрешений подчиненных. Наоборот, если хотите, я покажу вам, как грех даже одного часто пересиливает неповинность добрых граждан. Иисус на вины некогда приступил к Иерихону. И производя новую, дивную осаду, когда стены готовы были уже пасть, говорит народу, город будет под заклятием и все, что в нем, Господу. Итак, берегитесь заклятого, чтобы и самим не подвергнуться заклятию, если возьмете что-нибудь из заклятого и потребит нас Бог. Книга Иисуса Новина, 6 глава. Что же затем? Пали стены, и город оказался в руках осаждавших. И вот, когда весь народ соблюдал это приказание, преступление одного возбудило гнев Божий на весь народ. Сыны Израилева сделали преступление и взяли из заклятого. И однако согрешивший был один, именно Ахан. Как же согрешили сыны Израилев? И гнев, говорится, Господень, возгорелся на сынов Израиля. Иисус из Иерихона послал людей в Гай. И так, пошло туда из народа около трех тысяч человек, но они обратились от бегства жителей Гайских. Жители Гайских убили из них до 36 человек. Смотри на взыскание за один грех. Смотри на неумолимую каждую. Один согрешил, а на весь народ напали смерть и бедствие. Что же это, добролюбивый Господень? Ты един праведен и правы судьбы Твои. Ты каждому воздаешь суд сообразно делам его. Ты сказал, человеколюбивый, что каждый умрет в собственном своем грехе. И один не будет подвергаться наказанию за другого. И так, что же это за праведный Твой суд? Достохвальны все дела Твои, Господи, и свыше всякой меры достохвальны и устрояются на пользу нам. Почему же ты за грех одного навел казнь на других? Грех, отвечает он, есть некая зараза. Пусть же через наказание наложено на всех он будет выставлен на позор, чтобы не заразил всех. Видишь, как грех одного принес наказание всему народу. Посмотри затем и на позорную и несчастную смерть преступника. Иисус и все израильтяне с ним взяли Ахана, сына Зарина, и серебро, и одежду, и слиток, золото, и сыновей его, и дочерей его, и волов его, и ослов, и овес его, и шатер его, и все, что у него было. И вывели их на долину Ахар, и побили его все израильтяне камнями. Аминь. Храни все, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok